здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика к сожалению я не не сняла видео я об этом пожалела вот вязала себе вот такой вот свитерок и не могла разобраться с реглана вот эту не то чтобы не могла разобраться я вроде бы как и понятно все но тем не менее вот написание нашла на интернете ну вот не могла разобраться с описанием вот такой вот реглан такой вот свитерочек и когда я его довязала я действительно пожалела потому что вяжется очень просто вот он этот регланчик видите можно сделать с коротким рукавом свитерочек с 3 четверти рукавом и с длинным рукавом это то что я нашла на интернете сейчас я вам просто уже по связанному свитеру немного объясню потому что действительно вяжется очень просто и получается красиво вот поэтому мне очень жаль что я не сняла это видео джемпер гудзон называется но я конечно сделала подлиннее ну рассказать я вам хочу вот этот вот реглан тут воротничок повыше а я связала вот вот это все описание а я связала вот так вот вот именно так я хотела чтобы этот свитерок был поэтому сейчас как смогу вам расскажу если вдруг большой запрос будет то тогда придется мне снять еще одно видео но я думаю все будет понятно так вот он мой связанный свитеру смотрите этот реглан который я вам только что показывала на фотографии и горловинка в готовом виде вот если это все станет по плечам она вот так вот стоит что хочу сказать по поводу основного вязания вязала в круговую все набрала вот петли он у меня тянется поэтому я его прям хотела такой в обтяжку об чашечку свободно и чтобы было только горловина вязала снизу до реглана и снизу вязала в круговую на насущных спицах вязала рукава при этом добавляла ну как обычно мы делаем на рукаве поэтому я считаю это видео для девчонок которые вяжут и все им будет понятно то есть снизу рукава и основная деталь без шва вот здесь вот наполовину разделила и вставила свою рукава дальше продолжала вязать по кругу но уже сделала реглан там на фотографии то что я показывала было видно что реглан начат с основной детали но я его расположила вот смотрите видите я его расположила больше к рукаву потому что знаете почему потому что я хотела чтобы рука вот вверху у меня сошелся на нет так у меня и получилось поэтому вот эти петли реглана у меня их тут девять штук я сейчас возьму листочки как обычно буду рисовать 9 петель реглана вот здесь вот 9 петель взяла из вот одна петелечка у меня из основного вязания остальные с рукава значит лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая вот так вот расположены и петли почему я единичкой назвала лицевую не знаю в общем я думаю вам понятно и вот здесь вот как обычно обычный классический реглан вот эти петли если регану вяжем вот эти центральные петли 1 2 петли обычно в обычном реглане то здесь мы вяжем просто центральные 9 петель и по краям от них в каждом четвертом ряду убавляем по одной петле то есть провязываем 2 вместе 2 вместе 3 ряда вер мы вяжем без изменений и в четвертом в четвертом ряду мы снова делаем убавление что касается убавления я их делала вот смотрите чтобы у меня здесь был красивый краешек я все их делала изнаночными петлями то есть лицевая у меня здесь вот заканчивалась я никогда не переходила на лицевую петлю в этих убавлениях то есть все лицевые я ликвидировала и переходила на изнаночную чтобы вот так вот получилось вот ну вот в принципе все и кстати что что касается горловины вот я перешла на реглан вот с рукава видите здесь везде везде вот точно также у меня основная основное количество реглановых петель идет с рукава для того чтобы вот именно центральные петли у меня остались вот здесь вот на эту горловину красивую а рукав сошел на нет потом я когда у меня все вот это закончилось и просто вязала горловинку видите просто ровно до верху у меня примерно 10 сантиметров источники я вижу что там больше но он там уже хотя сейчас смотрю на компьютер ничего он там не уже он точно такой же просто он выше так что если вы хотите тут сереньки там темненькая девочка то провяжите просто больше если хотите короткую такую горловину провяжите так как я 10 сантиметров и я думаю будет достаточно и вот когда я его одеваю он прекрасно вот тут вот садится и этот воротничок как бы такая стоечка широкая получается вот в принципе все девчонки все на самом деле очень очень просто я же говорю я очень пожалела что я не не сняла видео и там у меня спрашивали как этот вставлять рукав сюда я думаю я надеюсь что вам все понятно потому что на самом деле все очень просто вот и все а с вами была века школа рукоделия всем пока пока